Привет друзья! Южнокорейская авиастроительная компания Korean Aerospace Industries начала наземные испытания истребителя KF-21 Barama. Самолет создали как дешевую альтернативу американскому истребителю F-35. У Barama нет внутренних точек подвески вооружения, которые нужны для снижения заметности. Это не позволяет отнести его к пятому поколению самолетов. При этом он сможет летать быстрее, чем F-35, разгоняясь до скорости в 1,9 маха. На внешней подвеске самолет сможет нести до 10 ракет. Самолет фактически относится к истребителям поколения 4+. Производитель утверждает, радар их самолета лучше, чем у российских или китайских самолетов. Правда не ясно, как они пришли к таким выводам. Точных сведений о возможностях радаров Су-57 нет у других стран, кроме как России. Утверждается, что всего на точках внешней подвески KF-21 сможет нести до 7,5 тонн бомб, ракет или подвесных топливных баков. Такая нагрузка вполне на уровне американского F-35 и заметно больше, чем у F-22. Самолет оборудован активной фазированной антенной решеткой и программным обеспечением на уровне самолетов пятого поколения. Присутствуют также оптическая и тепловизионные пассивные системы поиска и прицеливания на самолеты противника. KF-21 в версии Блок-2 получит крупные отсеки для внутреннего размещения вооружений. Это позволит снизить его радиозаметность до уровня F-117, а версия Блок-3 получит еще меньшую радиозаметность ближе к F-22. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр!